Добрый вечер! Мы все подпадаем под некоторые ограничения. Например, нельзя делить на ноль, нельзя вычислять корень из отрицательных чисел, нельзя, ну, не знаю, гулять по ночам кому-то, нельзя качаться на стульях, нельзя играть со спичками. Ну, вопрос, а что делать, когда нельзя, ну, прям очень хочется? Ну, когда нельзя, ну, очень хочется, то на самом деле можно. Да, только никому не говорите. А доклад называется, чем, как там, когда нельзя, но очень хочется делить на ноль. На самом деле не только про это. Можно следующий слайд? Ну, это краеугольный камень. Всем объяснили, что на ноль делить нельзя. Почему? Ну, потому что непонятно, что должно получиться. Правда ли это, что нельзя? Еще можно такую фразу сказать. Можно, но только осторожно. Математика, наука достаточно долго существующая, и она придумала множество уловок, как обойти это ограничение. Ну, и самый очевидный ответ, наверное, что такое деление. Это то, сколько раз вам придется вычесть, чтобы от изначального числа ничего не осталось. Ну, и вам придется вычитать бесконечное число раз, так что деление на ноль дает бесконечность. Ну, что такое бесконечность? Отдельный вопрос. Но, разумеется, деление какого-то, ну, на самом деле, любого числа. Можно следующий слайд? Что, на самом деле, почему осторожно? Вот здесь ракетный крейсер изображен военных сил США, который называется Yorktown, и однажды на нем программа поделила на ноль, отчего у них силовая установка, работавшая на крейсере, отключилась. Совсем. Да, и перестал работать. Это называется инцидент на Yorktown, не можете загуглить, я вас не обманываю, это, на самом деле, случившаяся ситуация. Программа поделила на ноль, и, в общем, это привело к отказу программы. Такие дела. Мне очень приятно. Поэтому, когда такие ситуации возникают, нам всегда нужно знать, что именно нужно делать. Давайте посмотрим, как с этим поступает, например, математика в самом первом приближении. Можно следующий слайд? В первую очередь мы сейчас поговорим о том, что такое число. Число принято изображать, исчезственное число принято изображать как прямую. И можно сопоставить прямой окружность. Вот здесь вот из такой точки, которая обозначена N, которая обозначает северный полюс, проведен отряд к точке P, и вот если мы будем точку P переводить в P'', то это отображение будет переводить окружность в прямую. Мы так можем сделать с любой точкой, на самом деле, помимо одной. Какой? Помимо самой точки N. Если мы проведем через точку N подобного рода прямую, то мы получим параллельную прямую. Вот эта параллельная прямая будет соответствовать, ну и, собственно, точка, будет соответствовать бесконечности. Операция 1 делить на число делает с этой окружностью следующую. Она ее переворачивает. Поэтому если мы 1 поделим на 0, то мы получим бесконечность, а если мы 1 поделим на бесконечность, то получим, соответственно, 0. Ну, это некоторая такая уловка, интерпретация, но именно так оно и работает. Оно работает на уловках, интерпретациях. Можно следующий слайд? Еще нельзя якобы вычислять, ну, те, кто знает EG, они знают, что надо писать ODS, что там, например, если число стоит под корнем, оно должно быть там неотрицательным, оно должно быть больше либо равном нулю. Правда ли это? На самом деле нет. На самом деле оно может быть любым. Любым комплексным числом. Комплексное число это, ну, в первую очередь мы вводим специальное число I, которое будет в квадрате давать, ну, умноженное само на себя будет давать минус единицу. И интерпретируем комплексные числа как пары вещественных чисел. Ну, одно из них, значит, отвечает так называемую вещественную часть, другое отвечает за мнимую часть. Есть еще одна интерпретация этих чисел, ну, с помощью фигонометрии. Все становится все более жутко и жутко. Но это позволяет вычислять корни из отрицательных чисел и вообще из любых, на самом деле, комплексных чисел. Потому что извлечение корня квадратного, имеется в виду, приведет просто к извлечению корня из модуля и уменьшению угла в два раза. Можно следующий слайд? А как вы думаете, что это изображает? Мы только что прямую переводили в окружность, а здесь изображено что? Перевод сферы, кроме одной точки, опять же, в плоскость. Можно предыдущий слайд? А комплексные числа соответствуют плоскости. Все комплексные числа. А можно следующие слайд? Да, я могу и все еще поделать. То есть мы можем переводить комплексные числа в точки на сфере. Все, кроме, опять же, одной. Как вы думаете, что это за точка? Бесконечность. Так же, как и в прошлый раз. И, собственно, в комплексных числах бесконечность одна единственная. Опять же, делить можно на любые комплексные числа, в том числе на ноль, и опять же, получать бесконечность. Можно следующий слайд. Вообще, вот стереографическое... То отображение плоскости в сферу, оно называется стереографической проекцией. И вот что будет, если глобус с глобусом произвести стереографическую проекцию. Оно работает примерно так. Здесь круги отвечают за... Ну и за меридианы, и за широты, и за долготы, и за широты. Ну, в зависимости, сами, наверное, догадайтесь, какие за какие. Можно следующий слайд? Кроме того, опять же, те, кто задает математику, они в курсе, что извлекать логарифм из отрицательных чисел тоже нельзя. Можно. Можно. Ну, просто опять же, получается, комплексные числа. Но здесь представлены две формулы, которые, наверное, все описывают. Ну, если вычислить логарифм из минус единиц, то получится число ИП. Ну, а если из абстрактного какого-то комплексного числа, то получится то, что там написано. Можно следующий слайд? Все ли это, на чем снимаются ограничения? Нет, не все. Математика вообще так часто развивается, что сначала мы определили условия для того, чтобы производить какие-то действия, например, там, брать производные, или интегрировать, или еще что-то делать. А потом эти условия оспариваем и ослабляем. Мы говорим, что на самом деле можно маленько попроще. То, что мы считали, не интегрируем, теперь будем интегрировать. То, от чего не могли брать производные, ну, можем. Есть такая теорема, которая на первом курсе проходится, что дифференцируемая функция непрерывна. Как вы думаете, можно дифференцировать разрывные функции? Сегодня можно все. Сегодня можно все, да, правильно. Сегодня можно все, и дифференцировать разрывные функции тоже можно. Вот, например, здесь, ну, так, схематически изображена производная функция, которая слева от 0, а справа от 0 единица. Это называется дельта-функция Дерако. Да, от нее тоже можно взять производную. Причем любого порядка. А можно следующее. А можно еще складывать расходящиеся ряды. Да, это не очень просто. Ну, вот, например, если сложить числа 1, минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус 1 и так далее, то получится 1 вторая. А если начать с минус единицы, то минус 1 вторая. Ну, потому что мы с минусу начали, будет минус 1 вторая. Для этого надо изучать математику. Да, математикой можно все. Потому что, ну, на самом деле, например, потому что, если мы возьмем сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии, которая выглядит как сумма x в степени n, то мы получим единицу 9 на единицу минус x. То есть, если мы в нее подставим в эту сумму минус единицы, мы получим 1 вторую. Да, взяли, получили. Почему бы нет? А можно суммировать в пачезарах. И тогда, ну, мы иногда получаем в количестве суммах единицу, иногда 0. Иногда единицу, иногда 0. Ну, в среднем где-то 1 вторая получается. Да, это смешно. Ну, а на самом деле это серьезные такие формально формализованные вопросы, которые, ну, да, можно считать и так. Но более нетрадиционно, как сказать, мы сегодня в широких взглядах, нам можно все. Суммировать что-то у чего, ну, что-то растущее, например. Ну, 1 минус 2 плюс 4 минус 8 плюс 16. Ну, ладно, это еще когда как-то они варьируются и становятся от плюс к минусу, еще понятно. Но на самом деле можно просто суммировать все натуральные числа и получить минус 1 двенадцатую. Да, суммируем положительное, получаем отрицательное. Так бывает. Ну, для этого нужно изучать такую вещь, которая называется z-функция Риммана. Ну, она в минус 1 равна минус 1 двенадцатой. Ну, поэтому тут получается минус... А-а-а, я ошибся. Там минус 1 двенадцатая. Ну, все, я вас не шокировал. Ну, да, конечно, просуммировать все и получить 1 двенадцатую – это не так шокирующе. Все, лекция пропала. Можно делать очень многие вещи. Можно сначала определить, что мы что-то делаем одним способом, понять, что этим способом сделать нельзя, а потом понять, как можно сделать другим способом. На этом базируется математика. Она так развивается. И математикам может все. Ну, кроме того, что она сказала, что не может. Ладно. Все, на этом спасибо.